Информационно-аналитическая программа «Окно» на Даль-ТВ. У окна с вами я, Екатерина Захарова. Здравствуйте! Во вторник, 18 июня, состоялось заседание конкурсной комиссии по избранию главы Дальнегорского городского округа. В целом, процедура представляет собой несколько этапов. Подача документов от претендентов, их рассмотрение, очные собеседования с претендентами на высокий пост и вынесение лучших кандидатур на Думу для итогового голосования. Прием документов от кандидатов осуществлялся с 16 мая по 16 июня, и конкурс мог бы состояться только при наличии не менее двух кандидатов. Интерес у жителей к такому важному для округа событию всегда большой. Всем хотелось понимать, кто эти люди, что решили взять на себя ответственность за будущее нашего любимого города. Однако в информационном поле на эту тему будто образовался вакуум. Дума и администрация в освещении этой темы ограничились лишь сухими объявлениями о начале подачи документов. И даже когда кандидаты появились и стало понятно, что конкурс состоится, их личности были окутаны ореолом тайны. К чему такая секретность, мало кто понимал. Однако в дальнейшем разыгранный сценарий расставил все на свои места. Сегодня мы открываем окно в жизнь и покажем вам, как буквально за несколько часов Александр Теребилов переизбрался на второй срок. Кандидатами на высокий пост оказались два действующих чиновника – глава округа Александр Теребилов и его заместитель по вопросам ЖКХ Владимир Острошенко. Сразу стало очевидно, что конкурентной такую борьбу между двумя соратниками вряд ли назовешь. И вот почему. Изначально Владимир Острошенко был приглашен в команду мечты Теребилова – руководить муниципальным обслуживающим учреждением. А уж потом, видимо, проявив все свои лучшие качества управленца, был удостоен стать первым помощником мэра, курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Принимая решение об участии в конкурсе, Острошенко либо понимал, что глава не справляется с решением основных проблем, и именно он готов и сможет кардинально изменить жизнь горожан в лучшую сторону, либо был согласен исполнять роль технического кандидата, для которого главное – участие в конкурсе, а не победа. Полагаем, его выступление перед конкурсной комиссией должно было изобиловать критикой программы и решений Теребилова, а также конкретными предложениями по решению вопросов местного значения. Однако, забегая вперед, скажем, что вся самопрезентация Владимира Острошенко перед членами конкурсной комиссии заняла не более двух минут. Насколько это серьезный подход к делу? Итак, документы обоих кандидатов вполне закономерно оказались в порядке. Их допустили к участию в конкурсе. Членам комиссии также была доведена информация о судимости одного из кандидатов, а именно Александра Теребилова. Справка о наличии отсутствия судимости. Согласно сведениях лиц, 31.01.2007 года о суде Далегорского района судов по части 3 ст. 327. Далее председатель озвучил критерии, которые должны учитываться комиссии при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов. При определении результатов конкурса комиссии учитывается наличие у кандидатов высшего образования, наличие у кандидатов дополнительного профессионального образования ученых и ученого звания, государственных и верностных наград, почетных званий, наличие у кандидатов стажей работы не менее 5 лет, руководящих в должностях, в том числе руководителей, заместителей руководителей организаций, в организациях независимо от формы собственности, организационной правовой формы собственности, в действительной сфере финансов, права, промышленного производства, иных отраслях экономики, социальной сферы, либо наличие не менее 3 лет стажа на должностях муниципальных служб, высшей группы должностей, либо в должностях государственных и гражданских служб, категории руководителей, высшей либо главной группы должностей, либо категории специалистов главной группы должностей. Знание кандидатов Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, регионального законодательства, в том числе на революционных правовых актах губернатора Приморского края, администрации Приморского края, правительства Приморского края, а также устава Далигорского городского округа, муниципальных правовых актов Далигорского городского округа. Наличие у кандидатов навыков организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования офисной техникой и программного обеспечения, коммуникативные навыки, навыки к админированной управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации управленческих решений, ведение деловых переговоров и публичных выступлений. Далее комиссия перешла к проведению очных собеседований. Кандидаты были заслушаны по мере представления их документов в конкурсную комиссию. Александр Теребилов подал документы 1-11 июня. Поэтому заслушивание его программы и начали. Хорошо. Уже Сергей Владимирович, уже члены комиссии. Но, наверное, все-таки доклад будет состоять программой из двух частей. Потому что, так как я являюсь действующим главой Ноленбургского городского округа с 2019 года, я думаю, есть при принятии решений допускать до голосования в Думе или нет, чтобы вы руководствовались какими-то критериями. Я хочу разучить, что мне удалось сделать за пять лет. Ну и предложу вам программу, которую предстоит, в случае моего избрания, реализовывать на следующие пять лет. Я являюсь действующим главой Ноленбургского городского округа с 2019 года, по сегодняшний день. Старался максимально отработать предложенные наказы граждан, которые стали основой моей работы. Коротко озвучу основные моменты. Во-первых, в 2019-20 апреля был забалансированный бюджет, параллель которому удалось реализовать те направления, которые были заложены в бюджете 2020 года. И нам их удачно получилось реализовать. Значит, в 2020 году в 2019 году была организована служба 112, обеспечивающая вызов приственных служб, средств связи для обеспечения оказания приственной помощи населения при угрозах жизни и здоровья, в том числе пожарных планах, спасательных, полициях, скорой помощи. В 2020 году был формируем участок по благоустройству города, функция которого уходит уборка в благоустройстве территории Доленбургского городского округа. Для качественной уборки территории закуплено было 17 единиц техники, 13 из них коммунальная техника специализированная. За пять лет был выполнен ремонт автомобильной дороги с назначением протяженностью 11,1 км. Благодаря переводу тротуара, приезжающей к дороге Леонарь, город Зелина, заменой бордюровой камня эта работа продолжается и в этом году. В этом году ремонтируем автомобильную дорогу, прилегающую территорию к автобокзалу, это Коржевская. Стоимость... Мы в прошлом году начали эту работу. Вложили 25 млн. рублей и в этом году, заканчивая ее, вложили 8,5 млн. в средств местного бюджета. За счет средств местного бюджета в 2019 году отремонтировали полную реконструкцию, провели бурару Полина Осипенко, стоимостью 91 млн. рублей. Капитально отремонтирована 61 дворовая территория и подъезды к ним. Отремонтировано 30 дворовых дорог, тротуаров, благоустроены 2 парка, 3 сквера. В этом году ремонтируем 9 дворовых территорий стоимостью 44 млн. рублей. И благоустроен сквер монумент героям-донегурцам стоимостью 19 млн. рублей. Выполнили капитальный ремонт трех уличных подпорных стен стоимостью более 30 млн. рублей. На территории Донегорска и городского округа установлено 10 остановочных комплексов, 8 детских площадок. Кроме того, было устроено 3 территории модульных объектов Федшерского, Кушевских пунктов. Отремонтировано 5 мостов, более 1000 квадратных метров линии стоков. Все на Донегорске отремонтировали линии электропередач. Установлено 171 светильник за это время. В этом году подготавливали проектно-смертную документацию по строительству Донегорского городского кладбища. Средства выделены из местного бюджета 8 млн. рублей. Изготовлено 170 контейнерных площадок на территории Донегорского городского округа. Все это средства местного бюджета. Для предотвращения скопления мусора вокруг контейнерных площадок проведена установлена система видеонаблюдения. Эта работа продолжается. Снесено 7 аварийных многоквартирных домов. Отремонтировано 65 муниципальных квартир. Улучшили жилищные условия 143 семьи. В том числе получили жилые помещения под обергором социальной анагоги 87 семей. Купили жилые помещения по программе переселения граждан из районов Крайнего Севера 41 семья. Для приобретения жилья получили социальную работу 77 молодых семей. Кроме того, обеспечено жилые помещения 125 детей-сиротов. По образованию капитально отремонтированы школы. Три школы. Это 5-я и 12-я гимназия Рейсток. Спортивный зал. Проведен капитальный ремонт зданий. Школа 1-2. На территории школы номер 3-5 вложенном площадке. Проведен ремонт ограждения вокруг школы. Проведен ограждение территории школы номер 21. В этом году приступили к капитальному ремонту трех школ. Третья, пятая, восьмая и двадцать первая. На общую сумму 355 миллионов рублей. Разрабатываем проектно-смедовую документацию по капитальному ремонту детского лагеря Чайка. 8 миллионов рублей. Детские сады. Проведена реализация дошкольных учреждений. Сад номер 8 и 2. Проведен капитальный ремонт детского сада номер 30. Благоустроена территория 4 детских садов. 2, 13 и 19 надежды. В 4 детских садах 2, 3, 7 и 19 пройдет текущий ремонт зданий. В 31 детском саду отремонтированы 2 павильона на прогулочных участках. Также отремонтировано ограждение территории детского сада номер 3. В осей дошкольные учреждения. Закуплены 62 песочницы. Завезет песок. Культура. В рамках национального проекта культура приведена автоклуб. Музеем приобретено интерактивное сенсорное оборудование. Создана муниципальная модельная библиотека. Капитально отремонтировано здание Центра Культуры «Грис». Виалитированы и установлены театральные кресла музыкальной оборудования в следствии местного бюджета. Проведет текущий ремонт ворца культуры химиков в Центральной городской библиотеке. Также приобретено световое и музыкально оборудование культурно-спортивного центра «Полиметрал Казнаречево». Звуковой и световой оборудованные otroца культуры «Горняк». Дворец культуры химиков. Купились светодиодные экраны. Школы искусств. Приобретены музыкальные инструменты оборудования. В результате участия в конкурсе федерального значения во дворце культуры химико открыли кинокинатор Брусника. Благодаря нашему участию в федеральном проекте мы получили приведение на территорию 18 миллионов рублей, благодаря этому открыли кинокинатор. Отремонтирована система вентиляции в спортивной школе Лотос, завершил капитал Ливо спортивных школ, вертикаль, гранит, пролегающий стадион. Установлено 6 спортивных площадок, школа 25, 16, 8, 1, 17, гранит, 3 комбинированных спортивных комплекса, сержантка, красноречность, парки Пушкина, скейт-площадка на территории школы номер 25 с уличным освещением и видеонаблюдением. По просьбам жителей 2021 года начали благоустраивать выженную трассу, ключи резаны. На сегодняшний день ведется строительство на территории спортивной школы Гранит Литовая арена. Кстати, хотел бы застрелить ваше внимание, что локальный сметный расчет на строительство лидов с лыжной базой не затрачено из мюджета ни копейки, хотя локальный сметный расчет это около 90 миллионов. Все это организовано благодаря средствам предпринимателей и двух разнообразующих предприятий по данным полиметам. Далее разрешите предоставить свою личную программу на будущее, в случае моего избрания. Перед собой в последующих 5 лет ставлю серьезные задачи, которые необходимо решать быстро и качественно. В своей работе буду учитывать требования главы государства, предлагаемые подходы должны идти от жизни, отвечать текущим перспективным потребностям страны, общества, бизнеса, граждан. При решении задач буду рассчитывать на имеющие ресурсы. В первую очередь на качественно сформированный бюджет. При его исполнении считаю важным проводить системный анализ используемых бюджетных средств, а также осуществлять всесторонний подход к источнику его напополнения. Необходимое строго целевого расходования средств бюджета городского округа при обязательном выполнении принятых муниципальных программ. Понимаю, что особая актуальность иначе не имеет фактор участия в региональных и федеральных программах. Это, безусловно, позволяет привлекать средства бюджетов регионов федерации для решения стоящих перед Донеборским городским округом задач. Хочу застрелить ваше внимание, что в 2019 году бюджет Донеборского городского округа был 1,2 млрд, на сегодняшний день 2,7 млрд. Дополнительный источник налогового дохода в бюджет округа вижу в эффективном управлении земельно-мущественным комплексом. Необходимо пройти сплошную инвентаризацию средств выявления используемых годами или незарегистрированных на хозяев земельных участок или домов в случае выявления незарегистрированных объектов недвижимости. Обудить хозяев зарегистрироваться и положено доплачивать налоги. Эта работа сегодня ведется, но понимаешь, что ее надо усиливать. Есть и другая категория имущества, которую важно выявить. Это десятилетиями не использующие дома и участки. Они давно заросли, а жилье выглядит как развалина, соседи даже не могут вспомнить, кто является хозяином. Это хорошая возможность переносить городского округа избавиться от запрошенных домов, которые только портят внешний вид ворота. Необходимо, чтобы имущество работало, то есть кому принадлежало платили налоги. Сегодня работа по взаимодействию жителями и решение многих вопросов совместно с ней приносит видимо результаты. Не так давно в нашу пехоту вошло новое понятие инициативного бюджетирования, как форма непосредственно участия населения в расходовании определенной части бюджетных средств. Считая свои задачи и не только продолжать, но и активизировать работу в данном направлении. Важнейшей сфере удовлетворяющейся специально-бытовые потребности нашего населения является благоустройство населенных пунктов. Считаю, необходимо продолжить работу полуоустройства общественных пространств в рамках формирования современной городской среды. При этом нужно уделять особое внимание содержанию надлежащих технического состояния улиц, общественных территорий. Необходимо продолжить убирать округ от мусора, грязи, поддерживать порядок, проводить ликвидацию несанкционированных славок. Такая работа должна строиться совместно с жителями и волонтерами. В этом направлении буду выстраивать работу по экологическому просвещению наших детей и молодежи. В целом для всех жителей это будет не лишним. При учении молодежи к бережу и отношению к своей малой родине это общая наша задача. Одной из сложных отраслей экономики района, как и везде, является жильщико-коммунальное хозяйство. В этой возрасте существуют достаточно серьезные проблемы. Основная проблема – высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, что зачастую приводит к аварийных сетей и сооружениям. Буду уделять решению проблем с решением особое внимание. Сразу всех проблем, я думаю, что не решить. Но сейчас уже положено хорошее начало по ремонту системы водоснабжения. Администрация Донборского городского опыта объявлен в конкурс. Заключен контракт на изготовление проекта на документацию на реконструкцию неждантовского водохранилища. Я думаю, что в этом году мы изготовим проект на документацию, пройдем рассыланную экспертизу и на следующий год будем уже запрашивать средства на реализацию, на реконструкцию данного водоема. Также продолжим работу капитально ремонтом и модернизацией муниципальных учреждений в бюджетной сфере. Это школы, детские сады, учреждения культуры, дополнительное образование и спорты. В образовательных учреждениях на первый год успешно реализуется проект цифровая образовательная среда. В четырех школах созданы точки роста. Приеденная задача образовательной политики округа должно оставаться повышение качества образования. И для решения этой задачи, конечно, нужно целенаправленно работать по привлечению педагогов в наших школах. В первую очередь, что важно работать с нашим молодежью на цели этих на получение педагогических профессий. Своей задачей я вижу дальнейшее увеличение жителей округа всех возрастов систематической занятий физической культурой. Для этого необходимо продолжить создавать условия для занятия спортом для всех категорий и групп населения. Увеличивать количество объектов спорта, серьезно отнестись к материалам технической власти действующих спортивных объектов. Значивая место в своей программе для работы с молодежью, необходимо максимально у всех сферах деятельность обратить внимание на молодежь. Нужно объединять их желания и быть полезными и нужными к округу. Для этого нужно вести работу в программе здорового образа жизни, духовного развития, творчества, культуры, наследия. Важно продолжить работу по всем направлениям развития молодежи, доброводства, доброводчества среди молодежи, развития юномерского движения. Нам надо воспитать патриотов в своей стране, сохраняя историческую память, прививая уважение к национальным наследиям. Одним из предетов стал развитие на территории внутреннего туризма. В этом году начнем благоустроить объекты физического показа. Впоследствии нам предстоит развивать индустрию гостеприимства. В этом году из краевого бюджета нам выделено 59 миллионов рублей. Сейчас у нас данная работа ведется в этом управлении. Объявляем аукционы, включаем контракты. Я думаю, что в этом году все средства, которые выделены, будут освоены. И тот маршрут, который мы наметили, мы его реализуем. Эту работу продолжим и в дальнейшем, потому что Новерусский городской области сегодня является перспективным в развитии туризма. Об этом говорит правительство Приморского края и губернатор. И мы сами это все увидим и понимаем. Основной задачей в работе для себя, я вижу, максимальное отрабатывание обращения граждан. Максимально искать пути решения всех, понимая в жительные вопросы, продолжить честное правило вести с ними диалог. Необходимо усилить прозрачность работы администрации Домигородского городского для населения. Планирую достичь с помощью регулярных отчетов чиновников перед гражданами. Прием граждан чиновниками всех уровней. Вынесение на публичное обсуждение важнейших вопросов и острых социальных проблем с участием общественных организаций и инициативных групп граждан. В качестве главы Домигородского городского проекта должен осуществлять свою деятельность в тесном сотрудничестве с региональными властями, правительством Приморского края, депутатами в законодательном собрании Приморского края, с губернатором Приморского края, с депутатами Доми Домигородского городского округа, а также с руководителями предприятий всех форм собственности. Представлена программа не просто разговор о будущем, а реальной задачей, которую я буду воплощать в жизнь. Для меня это высокая степень ответственности, я приведу людей, которые живут на территории Домигородского городского округа. Спасибо большое, Александр Михайлович. Такое обширное оборудование, да, то есть отчет о проделанном работе, но, собственно, в том, как вы видите, в дальнейшем развитии территории, в отличие, если бы пытался принять соответствующие решения. Уважаемые коллеги, какие вопросы есть с Александром Михайловичем? Александр Михайлович, в случае вашего переизбрания, работа с Думой. То есть, если мы можем власти, мы будем устраивать как-то иначе, или вот за пять лет, и вы считаете, что это оптимальная, нормальная схема, мы с вами начинаем еще думать, что мы с умолосозыда, сейчас следующим думаем, что мы с умолосозыда, потому что мы все-таки автоматальники, когда мы сейчас отстали, избирались, там, где мы, как сказать, на измере знаем, вот, что вам впоследствии доносят, получают слово в помощь. Вы считаете, работа оптимальная, выстроена, или что-то следует понять? Ну, я думаю, что сегодня взаимоотношения, рабочее взаимоотношения, выставлены между администрацией и Дома Лиговскогоского Ajara сколько бы, открыты, понятны. Ну, я думаю, что есть над чем работать. Поэтому, ну, наверное, я думаю, что, я вмешал бы, наверное, Думе вместе с администратором Ягодского Ajara сколько бы, отработать, принять, наверное, принять программу по исполнению наказа, развор избирателей. В любом случае, мы на территории Дмитриевского округа осваиваем огромные деньги. Это федеральный, крылообородный, местного. Возможно, через программу это все можно организовать, потому что вы сегодня прижить народу. Хотя мы все встречи проводим с населением вместе с вами, понимаем те проблемы, которые сегодня. И вопросы задают, и жители дают свою округу. Поэтому можно выставить работу через программу. Я так думаю. Но есть вопросы, которые мы можем и все вопросы решить. Я думаю, что между нами есть непонимание. Если в Думе есть какие-то конкретные предложения, может быть, что-то я не учитываю, я не понимаю. Поэтому я думаю, что в диалоге мы эти все вопросы претворим жизнь. Еще вопросы? Александр Михайлович, в твоем выступлении вы в том числе сказали о том, что за пятилетку, в которой вы отработали, удалось увеличить бюджет с 1,2 млрд. До 2,2 млрд. до 2,7 млрд. В этом году у нас. Действительно, безусловно, это ваша заслуга. Заслуга ваша в том, что удалось выстроить отношения из правительства Приморского края, с законодательной властью региона, с губернатором Приморского края. Это все дает свои плоды. Все мы прекрасно знаем, что конкуренция за федеральные деньги, за региональные деньги, за участие в программах, большая, 35 территорий, на территории Приморского края 35 муниципалитетов. Все, 34, извиняюсь, все хотят участвовать, все хотят получать. Вам это успешно удается. Вопрос такой, да, мы строим много объектов, мы ремонтируем, но у нас есть одна великая проблема, темографическая. Сегодня с ней пытаются бороться и система здравоохранения нашего. Вы прекрасно знаете, что главврач постоянно перевозит кадры на территорию. Сегодня этой проблемой озадачены главные городообразующие предприятия нашего города. В том числе и при исполнении контрактов мы тоже видим, да, что зачастую не выходят подрядчики на какие-то объекты. Все это обусловлено в том числе и схваткой кадров. То есть мы понимаем, четко видим, что есть демографическая проблема. Вот, на ваш взгляд, какое решение мы можем, какие шаги предпринять совместные, чтобы только как-то снизить вот эту вот напряженность, нехватки кадров. Ну, я понимаю, что это наша совместная работа, двух и две власти, администрации и думы. Но на сегодняшний день мы должны создавать на территории Золенковского городского округа условия, для того, чтобы молодежь здесь оставалась. Ну, я вот считаю, что с приходом нового руководства, то есть национализировав предприятия гор, да, и пришли новые руководители. Я вот после двух встреч с ними по этому поводу общался, и на сегодняшний день мы совместно выстраиваем взаимоотношения, значит, с колледжем Донегорского городского округа, для того, чтобы они уже заключают договор, с ними заключили на целевое обучение молодежи, которая после окончания колледжа будет, вынуждена будет, обязана будет идти на предприятие, отрабатывать. Это есть такой механизм, на сегодняшний день это дает возможность людям, во-первых, трудноустройство, рабочее место, а мы со своей стороны сегодня, мы уже, наверное, проговаривали с вами, у нас на территории есть жилье, оно жилье здесь свободное, мы сегодня рассматриваем различные механизмы для того, чтобы сократить до минимума ту очередь, которая есть, и выработать механизмы, я думаю, что законодательное собрание примут, на местном уровне, по выделению жилплощади. То есть человек остается на территории, пожалуйста, у тебя квартира, у тебя рабочая место, заработная плата, я думаю, что это такие основные моменты, которые удерживают молодежь на территории. Ну и также мы сможем, я думаю, привлекать эти же кадры. Мы сегодня уже ведем переговоры с Министерством строительства, с запрессой от строительства в Блотске, те объекты, которые на территории есть, ну, например, малосемейное общежитие на хлебозаводе, нам нужно будет произвести экспертизу данных двух домов, войти в программу, отремонтировать, и мы будем иметь возможность предоставления людям, молодым специалистам, вложения. Почему в советское время молодые специалисты сюда ехали к нам? Потому что у нас не было проблем с квартирами, предоставлялась рабочая заработная плата, жилье, это какие-то, когда еще факт это будет на территории, молодежь. Спасибо большое. Еще вопросы? Есть вопросы? Единственное, Александр Каш, хотелось бы буквально все так резюмировать, да? Вот, точнее, у вас, вот, как лет-то вы были главой муниципального образования, то есть формировали свою команду. Вот, на вас, друзья, какие ваши идеи, которые вы перед собой ставили, как задачи, вы решили, а какие задачи, которые вы перед собой ставили, вы смогли решить и по каким причинам? Ну, на сегодняшний день сложно превратить жизнь в те идеи, которые требуют определенных финансовых затрат, наверное, и людского резерва. Все, к сожалению, есть дефицит кадров. Мы не реализовали это, но будем в этом направлении заниматься. Это развитие сельскохозяйственной территории. Ну, хотя мы взаимодействуем сельскохозяйственным и неплохо взаимодействуем. Значит, и развитие пищевой промышленности на территории. Ну, я думаю, что в этом направлении мы будем работать. А основная задача была у меня это увеличение бюджета, максимальное участие в федеральных краевых программах, благоустройство, восстановление благоустройства Данегорско-городского округа для кофортного проживания жителей нашего города. Потому что на протяжении длительного времени, несколько десятков лет, Данегорскому городскому, к сожалению, внимания не уделялось. И я думаю, что не местной властью, может быть, как по каким-то объективным причинам, но тем не менее не краевой, но, наверное, не федеральной. Сегодня я принял решение поучаствовать в резервной кампании, но тоже из Беларуи, не просто так, я заручился поддержкой. Я же встречаюсь с общественными организациями, с советами ветеранов и всем, где мы ждали Александра Михайловича. Мы хотели, чтобы вы подали свою конструкцию на второй срок. Для того, чтобы... И время 5 лет, это короткий срок, для того, чтобы вы все реализовали задуманное. Поэтому продолжим будем заниматься. Хорошо. Коллеги, есть ли еще вопросы от Александра Михайловича? Коллеги, если вопрос от нет, спасибо. Мы не станем комментировать отчет Теребилова на посту главы и его планы на ближайшие годы. Этому мы посвятим отдельный выпуск. Перейдем к предвыборной программе Владимира Острашенко. Конечно, программа это сложно назвать. Это более походит на рассказ о том, кто он такой. Полагаем, что на подготовку такого доклада было затрачено не более пяти минут. Поэтому о какой конкурентности и состязательности в этом случае можно говорить, если человек просто отбывал номер. Уважаемые коллеги, Острашенко Владимир Алексеевич, кандидат на должность главы Данегорского городского коллектива. Владимир Алексеевич, по решению конкурсной комиссии вам предлагается сначала высказать до 10 минут. Вы сам не кажется, что я так-то злоупотребил дверь, да? Попрошу до 10 минут. И потом, если у уважаемых коллег, у членов Комиссии, у вас вопрос, обязательно. Прошу вас. Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемый членов Комиссии, я, Острашенко Владимир Алексеевич, не являюсь коренным жителем Данегорского городского оборудования. Родился и вырос в семье Самарка, Чугуйского района. Возу тоже закончил школу в 10 классах. После окончания школы переехал с городом Данегорск и поступил работать в Данегорское транспортное предприятие. Начал работать водителем. За 45 лет проживания на территории прошел путь от простого рабочего до руководителя. Директором был Данегорского транспортного предприятия. Проблемы городского округа знали не понаслышке. Последние 4 года возглавлял муниципальный казон учреждения, обслуживающие учреждения. В настоящее время работаю в органах местного самоуправления Данегорского городского округа в должности заместителя главы администрации Данегорского городского округа, курирующим в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Главная цель моей программы – это создание условий для безопасной и качественной жизни жителей Данегорского городского округа. Глубоко убежден, что глава городского округа должен быть опытным профессиональным хозяйственником. Как глава округа я вижу свою работу прежде всего в тесном взаимодействии с населением, депутатами, руководителями предприятий, учреждений и бизнесом. Я рассчитываю на поддержку жителей округа, на их знания и опыт, преодоление трудных ситуаций. В случае моего избрания мы с командой учтем себе предложение, чтобы мы совместно с жителями лучше жить в нашем округе. Спасибо большое, Владимир Алексеевич, очень лаконично. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы к Владимира Алексеевича? Владимир Алексеевич, скажите, пожалуйста, какие существуют органы местного самоуправления? Органы местного самоуправления – это администрация округа, дома, глава администрации и, может быть, контрольно-счетная палата. А наличие каких органов является обязательным? Это глава администрации, администрация и дома. Хорошо. Коллеги, еще вопросы есть, по-моему, в Сочи? С вашего позволения задам вопрос. Владимир Алексеевич, вы в своем выступлении сказали о команде, что вы и ваша команда готовы реализовать в жизнь те замыслы, которые у вас на сегодняшний день имеются. А что это за команда? Как вы себя видите, да, то есть вы и ваша команда? Кого вы видите в вашей команде? Ну, я себя считаю неотъемлемой частью этой команды, которая сейчас в работе. На мой взгляд, это высокопрофессиональные, ответственные люди. И я так думаю, что в случае избрания у меня, как глава администрации, упор буду делать на этих людей, которые сейчас разобрывают. В своем выступлении сказали о том, что у вас есть управленческие навыки. Хотелось бы детализировать, какие у вас есть управленческие навыки по вашему субъективному мнению, которые бы вам позволили улучшить качество жизни на территории Норигорского городского оборудования? Ну, как я уже говорил, что я работал в Норигорском мототранспортном предприятии. Это одно из самых было крупных транспортных предприятий Дальнего Востока, не только Примонского края. Крупнее нас было только объединение автомобильного транспорта в городе Владивосток. Хозяйство у нас было очень большое. Все знают, начиная от территории, так сказать, подвижной состав. У нас там была своя котельная. То есть определенное хозяйство, которое мне, как сначала механику, потом главному инженеру в течение 10 лет, и директору, на мой взгляд, удавалось успешно руководить. В последний год я работал в этом. Илья, есть ли еще вопросы? И еще такой, опять-таки, запозволите вопрос, Дмитрий Алексеевич. Вот если, думаю, будет принято решение об избирании вас главой, какие первые шаги в должности главы вы для себя видите? Это первостепенные шаги. Вот у нас принято, да, то есть, там, первые, там, 30 дней, да, там, первые 100 дней, да, вот, в течение первых дней. Вот такие вот ваши шаги, управление скидки и решениями. Если вы видите, необходимо предпринять. Игроченные шаги. Ну, как я уже говорил, что я практически считаю себя членом команды, да, но я не исключаю от того, что некоторые, там, ну, как бы, члены команды не захотят работать со мной. В первую очередь, это будет, конечно, формирование, ну, команды полноценной, работоспособной. Потом определенные работы надо будет произвести с бюджетом. Ну, я не буду, например, мероприятия нанести, как бы, это самое, сделать те, которые мы могли бы позволить, наполнить бюджет города. Ну, если честно, больше дальше я, как бы, не заглядываю. Значит, извините, а вот все-таки по бюджету, если вы, да, вот здесь, Александр Михайлович в своем докладе, ну, обозначил существенное увеличение доходной части бюджета, вот, а вы как видите наполняемость бюджета, какими источниками? Ну, в первую очередь, это, конечно, градообразующие предприятия, да, которые, вор, дольфа, металл, но все-таки надеемся, что они заработают в полную мощь свою, которую они имеют. И, во-вторых, я так думаю, что большой потенциал у нас туристическое направление. У нас своеобразный город, своеобразная территория, своеобразная природа. Мне кажется, надо сделать все, чтобы народ сюда поехал, смотреть, интересоваться, ну, и, соответственно, привозить деньги, которые бы здесь оставались. Для этого, наверное, нужно инфраструктуру создать. А создание инфраструктуры, оно тоже потребует определенных финансовых отложений. Хорошо, спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? Владимир Алексеевич, вот и вы, и предыдущий кандидат перед вами говорили, что надо сделать город наиболее привлекательным, чтобы здесь и молодежь оставалась, и привлекать. Не зненец сюда специалистов. Но для этого делаются у нас там и стадионы, и там и поликлиника, и больница, и, как говорится, как только сейчас, и, там, и, там, и, там, но банков здесь, на самом году, тоже туда, само-таки, известно, так что у нас есть большая проблема, это частота входа, где-то площадки кедровок. Понятно, что это вопрос к региональному оператору, но на ваш взгляд, как вы считаете, администрация городская, в том плане, делает все, что вы в силу, чтобы решить эту проблему? Делаем, как бы, все, но еще до результата, как бы, такого, ну, видимо, он нет. Мы еще движемся в этом направлении. Большая проблема в том, что, как бы, мусором занимается региональный, вот это произведет, вот, приморский экологический оператор, да, который находится в Владивостоке, пытаемся с ними находить общий язык, даже судимся в некоторых случаях с ними. Большой потенциал у нас, мы видим, в наведении порядка, это работа с управляющими компаниями, которые в полной мере не выполняют свои обязательства по уборке территории по кругу площадок. Ну, и некоторые перевозчики, которые работают по контракту с экологическим оператором, но относятся к своим обязанностям, к сожалению, недвижимым вопросам. Тут тоже есть еще о чем дело. Спасибо большое. В. Алексеевич, уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы по В. Алексеевичу? Александр Ильич, нет? В. Алексеевич, есть ли вопросы? Спасибо большое. В. Алексеевич, ну, два кандидата, которые представили документы, которые были допущены по второму этапу конкурса, прошли два собеседования, поэтому нам надо, если он отсудит тот уголь науком компетенции, который выговорит в реализовании, который представлен в первой главе Долгогорского конкурса. Какие будут предложения? Сергей Владимирович, призываю, я был предмет допустить для строения качества. В. Алексеевич, есть ли еще какие-то предложения, замечания? Уважаемые коллеги, также поддерживаю предложение Никиты Юрьевича. Я считаю, что и Александр Михайлович, и В. Алексеевич, они в целом удовлетворяют профессиональным личным качествам и знаниям, которые требуются для насильно на рассмотрение Долгогорского городского опыта в части Украины Города. Коллеги, есть ли какие-то иные предложения и замечания? Коллеги, есть ли какие-то иные предложения и замечания? Ставлю вопрос на голосование. Кто за признание профессиональных и личных качеств умений, знаний и навыков, соответствующих требованиям, представляемых кандидатом на должность главы Долгогорского городского опыта Теребилова Александра Михайловича и Острашенко Владимир Владимировича, они голосают все за. Спасибо большое. Решение принято единогласно. На этом этапе конкурсная комиссия свою работу завершила. А Теребилову и Острашенко предстояло вновь озвучить свои программы только уже депутатам на заседании Думы. Народных избранников созвали оперативно и в полном составе. Добрый день, уважаемые члены конкурсной комиссии, уважаемые депутаты. Да, мной было принято решение поучаствовать в конкурсе на замещение его должности главы Долгогорского городского опыта. И я решение свое приняло непросто. После общения с жителями Долгогорского городского опыта, с членами общественных организаций, которые поздравили мне поддержку после этого, после этого я принял это решение. Ну, с многими из вас мы все пять лет работали, то есть я благословил главы, вы депутаты, а с многими отработали в пределах двух лет. Поэтому за время нашей совместной работы, что было сделано, проведена очень большая работа, бюджет Долгогорского городского округа мы с вами увеличили в два раза. Мы за пять лет благоустраивали общественные территории, дворовые территории. Мы ремонтировали школьные и дошкольные учреждения совместно с вами и продолжаем эту работу и по сей день. Мой отчет состоял из двух частей на конкурсной комиссии, где я рассказал, что сделано за пять лет и какие цели и задачи я ставлю на обнижающие пять лет в случае моего избрания. Доклад мой, конечно, здесь большой, но тем не менее, я, наверное, остановлюсь все-таки на ключевых моментах, что было сделано за эти пять лет. В первую очередь мы организовали службу 112, которая обеспечивает вызов действенных служб в любых средств связи для обеспечения и оказания экстренной помощи населению при урозе от жизни и здоровья, в том числе пожарной охраны, спасателями, полиции и скорой помощи. Это немаловажно сегодня на территории Долгогорского городского округа. Также нами с вами было принято решение о создании структуры благоустройства в муниципальных и казенных учреждениях. Из бюджета были выделены средства, в объеме где-то миллиона 150-160 на них была приобретена техника, 17 единиц и 13 из них коммунальные специализированные техники, которые сегодня дают нам возможность содержать город должным образом. То есть чистоте, порядки. Не все, конечно, удается, но тем не менее, есть объективные, субъективные причины. Мы за это время отремонтировали подпорные стены, которые требовали уже давно внимания, которые урожали жизни населения, на которых было потрачено, затрачено из бюджета более 30 миллионов, где это дело 40 миллионов рублей. Мы отремонтировали с вами школу первую, вторую, нынче 21-я начальная, спортивные залы в школах Краснореченска, Сержантово. Мы сегодня ремонтируем и направили более 44 миллионов рублей на ремонт дворовых территорий. Смерть героям для него в 19 миллионов направленных, в этом году это будет реализовано. Установили 10 остановочных комплексов, 8 детских площадок. На сегодняшний день разрабатываем проект косметную документацию на городское кладбище, строительство Донегорское городское кладбище выделили из бюджета 8 миллионов рублей. Изготавливаем контейнерные площадки и работаем в сторону их увеличения для сбора твердоботовых отходов. За это время мы установили 8 камер линии наблюдения и в этом направлении продолжаем работать, потому что требуют от этого нас, наверное, жизнь. Снесено 7 аварийных квартирных домов, отремонтировано 65 муниципальных квартир. Жилищные условия улучшили 143 семьи. Получили жилые помещения по договорам социальной нормы 87 семей. Купили жилищные помещения по программе переселения граждан из районов раннего севера 41 семья. Для приобретения жилья получили социальную плату 77 молодых семей. Кроме этого, обеспечили жилыми помещениями 125 теселок. Также отремонтировали три спортивные зала. Еще я повторюсь, на четверть пятой, школа 12, гимназия и суток. В этом году приступили к ремонту школ 3, 5, 8, 21, на общую сумму 355 млн. рублей. Разрабатываем 5-сметную документацию на реконструкцию лагеря «Чай» 8 млн. рублей. Проведена реализация дошкольных учреждений, это детский сад номер 8 и номер 2. Проведен капитальный ремонт детского сада 30, благоустроены 4 детских сада, это 2-й, 13-й, 19-й для Надежды. В 4 детских садах 2-й, 3-й, 7-й, 12-й проводит текущий ремонт зданий. В 3-й саду 3-й, 2 павильона на прогоночных участках. В оседо-школьные учреждения приобретены 62 песочницы и завезем песок. В культуре, значит, мы в рамках национальных проектов приобрели автоклуб, музей приобрел интерактивное сенсорное оборудование, созданная муниципальная модельная библиотека. Капитально отремонтировали сзади центр культуры «Бриз», приобрели театральное кресло, музыкальное оборудование. Провели текущий ремонт фасад культуры химиков в центральной городской библиотеке. Также приобрели световое музыкальное оборудование, это КСП «Полиметалл», Красноярщинский звуковоцикл оборудование, горняк, дворец культуры химиков. Школу искусств приобрели музыкальные инструменты и оборудование. В результате участия Даниловского городского округа, федеральном проекте, вы все помните, что Даниловский Даниловский «Полиметалл» отказался от содержания кинотеатра. Благодаря этому участию мы выдали грант на 18 миллионов рублей. На сегодняшний день жители Даниловского округа могут пользоваться кинотеатром. С двумя залами, но где присутствует много оборудования. Этот вопрос был на грани закрытия. Но, тем не менее, мы взяли себе ответственность сегодня за счет всех местных бюджетов его содержим. В качестве паспорта отремонтировали вентиляцию спортивной школе «Лотос». Завершили капитальный ремонт спортивной школы «Вертикаль» и «Гранит» прилегающих к стадиону. Установили шесть спортивных площадок. 25-я, 16-я, 8-я, 1-я, 17-я «Гранит». Три комбинированных спортивных площадки «Сержантово», «Преснореченство», «Пушкино». Три площадки на территории школы 25-25 с уличным освещением и видеонаблюдением. Это то, что мы сделали с вами в течение вот этих пяти лет. Ну и в случае моего избрания я ставлю перед собой серьезные задачи, которые необходимо решать быстро и качественно. В своей работе будут считаны требования главы государства Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации. Предлагаемые подходы должны идти от жизни, отвечать текущим, перспективным потребностям страны, общества, бизнеса и граждан. Ну и в заключение я хочу сказать, что в случае моего избрания мы продолжим работу вместе совместно с вами, вы являетесь сегодня народными избранниками, вы знаете те проблемы, которые существуют на ваших округах. В принципе, у нас выстроено с вами хорошее рабочее взаимоотношение, доступно сегодня вы, доступно сегодня администрация, и я, и совместно мы продолжим эту работу на благо жителей Владимира Владимировича, чтобы они чувствовали, что власть на территории есть, и она делает все для того, чтобы проживание наших жителей. Спасибо за внимание. Коллеги, вопросы для кладчиков? Нет вопросов? Давайте я задам вопрос. Николай Михайлович, ну вот ни для кого не секрет, что одной из проблем Даниморского городского округа, это являющая проблема ДБО. Да, есть объективные причины. Сегодня вывозом занимаются региональные операторы, которые в свою очередь заключают контракты с подрядчиками, которые не всегда качественно выполняют работу. Да, мы знаем, что сегодня муниципальный контроль, все претензии граждан направляет в правовое поле, борется с вот этим вот не всегда качественным выполнением услуг. Мы знаем, что и ГО помогает бороться с этой проблемой, а это действительно проблема, наверное, всего нашего современного общества. Но вот вопрос мой в том, что какие пути, может быть, более эффективного решения вы видите, и которые могли бы реализовать в случае вашего управления? Спасибо за вопрос, Евгений Двигович. Но на сегодняшний день на территории единственного два подрядчика, которые занимаются в КУЛЛУ. Это, конечно, взаимоотношения населения, учреждений, региональных операторов, но тем не менее они занимают соответственность с администрацией на территории на территории два подрядчика. Один у нас подрядчик добросовестный, как мы считаем, а второй подрядчик недобросовестный. Всего определенных причин, как объективный, я говорю, как и субъективный. Понимая это, мы, лично я, администрация, отдел жизнеобеспечения на протяжении долгих лет, то есть в пяти лет, ну, если 19-20-е, еще не менее ситуация была на территории города, то последние два года это ситуация такая отлучающая. Поэтому было принято решение, поставлена задача управления экономикой, для того, чтобы просчитали экономику в случае нашего участия в муниципалитете, приобретение техники, создание структуры на территории, участие в корпусе, в районе геоэкономии, и заниматься этой работой. На территории города будет принято, в районе геоэкономии, на территории, На сегодняшний день ведутся расчеты. Там существует два тарифа. Мы идем по максимальному тарифу. Если мы сегодня посчитаем нам это выгодно, а уже мы видим, что это будет для бюджета. Мы, кстати, бюджет высокододационный. Чтобы средств местного бюджета на это не кратить, мы будем осуществлять бюджетность по своему базу. То есть силами МКУ. Пока мы другой возможности не идем, чтобы на территории был город очистен. Жители были благодарны в этой ситуации. Также, наверное, продолжим все-таки, на следующий год устанавливать контейнерные площадки совсем другого образца. Антивандальные, во-первых. А во-вторых, конечно, большего объема. Потому что мы видим, что оно, с одной стороны, наверное, и хорошо, что сегодня, раньше, если до регионального оператора, когда не было, люди, особенно частного сектора, мусор вывозили куда? В лес. То сегодня этот весь мусор вывозится на контейнерные площадки. Это хорошо. Правда? Не организовывают. Ну, может быть, частично где-то и есть, но именно в таком большом масштабе это все-таки складируется на контейнерных площадках. Поэтому будем установить более большие контейнерные площадки для того, чтобы мы видим, что в любом случае люди везут мусор и выражают различного рода мусора. И губно-габаритные выражают на контейнерные площадки. Поэтому, ну и на сегодняшний день все-таки большая работа проведена отделом муниципального контроля. На сегодняшний день с управляющими компаниями, то есть есть два решения суда, которые обязывают управляющие компании, даже если разграничены, не разграничены участки земельные, управляющие компании отвечают за чистоту вокруг контейнерных площадок. А если раньше мы не могли эту ситуацию победить, то сегодня через суды и уже от этого есть эффект. Ну, проблемы есть, мы на ней не занимаемся. Есть судебная практика? Да, судебная практика, причем впервые на территории Даниловской обслуживания. Коллега, вопрос. Виталий Николаевич, пожалуйста. Александр Николаевич, вот, когда вы пришли на должность главы, одно из первопрешений было, это создание муниципального поземного учреждения, обслуживающего учреждения. Как вы считаете, это учреждение, оно оправдало свою задачу. Либо оно не полностью оправдывает, либо есть вопросы. Ну, например, мы сейчас вот о чистоте, как раз в городе говорим, я тоже говорю. Об этом же там успевают ли, впадают ли людей в этом учреждении, там, окосы, правы, там, горка муниципальной территории, там, озеленение, там, клумбы, цветы, то, что внешний вид в городе придает. Впадает ли самому учреждению людей, так вы считаете, и справляются они, или не доставка в России? Ну, я все-таки убежден, что решение было правильное. В 2019 году, когда я пришел на должность, было избран на должность главы Далингородского городского округа, мы объявили в сентябре объявили первый конкурс, второй конкурс аукциум, и никто из подрядчиков не зашел даже на уборку снега в зимнее время. Мы уговорили только обчастника, который все-таки заявился, кариатом, Валима. И мы убедились, что... Ну, это была акция одноразовая, он сказал, в течение звенок пока я буду, потом я не буду этим заниматься. И было это... На основании этого было принято решение. Ну, я считаю, что решение было правильное. Мы сегодня отмечаем все-таки чистоту в городе, той, которая раньше не наблюдалась. Это мнение людей, жителей Далингородского городского округа, и мнение людей, те, которые жили раньше на территории города, ну, по каким-то или иным причинам выехали за пределы, проживают на другой местности и приезжают там периодически, и мы отзывы слышим, и мне пишут даже в WhatsApp. Мы видим, что в зимнее время коммунальная техника справляется... Ну, зимы бывают разные, но тем не менее, я считаю, что справляется качественно. Есть сегодня потребность в кадрах. Это дефицит. Существует везде, любую отрасль возьмите. Но тем не менее, мы не останавливаемся на этом. Мы технику еще будем приобретать. Есть, конечно, ограничения, что у нас сегодня с Министерством финансов подписано ограничение в плане увеличения муниципальных и не муниципальных служащих. Но тем не менее, мы сегодня выбили, я так как бы немножко отклонюсь, выбили две ставки на развитие туризма, которые сегодня уделяются в ровном внимании на территории Далингородского городского. Нам разрешили дать две ставочки. А сегодня мы проводим реорганизацию по моей инициативе. Я вижу, что кадров не хватает, людей. Мы нашли возможность сегодня добавить им пять единиц, то есть пять человек, которые внутри мы их находим, но переходим в рабочие специальности. Поэтому есть вопросы, есть вопросы. И как АКОСу, есть вопросы, но это человеческий фактор этого преступления. Ну, есть и мы, Александр Евгеньевич, здесь, я не сприваю, что это могут. Бывают и жесткие разговоры, вот, уже будет пора уволиться, но тем не менее, мы находим общий язык и находим какие-то решения. Я думаю, что в этом направлении мы продолжим работать. Я думаю, ситуация будет меняться больше всего. Порой. Ну, вы, наверное, мы все являемся жителям нашего города, мы видим, что город не отражается, меняется. Не все удается сделать, но будем в этом определиться вместе с работой. Спасибо, Александр Михайлович. Коллеги, ну, если вопросов больше нет, Александр Михайлович, можете присаживаться. Спасибо. Я предлагаю предоставить слово следующему коменданту, Острошенко, логиниру Алексею. Логиниру Алексею, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Дмитрий Игоревич, уважаемый Сергей Валюкович, уважаемые депутаты, присутствующие, я Острошенко Владимир Алексеевич, плод строительства кандидатуры на выход на конкурсную комиссию, кандидатом на турфосговоры Дальневодского городского округа. Я не являюсь коренным жителем Дальневодского городского округа, я родился и вырос в Чугольском районе села Самарка, но вся моя сознательная жизнь прошла здесь в Дальневодске. С 79-го года я работал всю свою сознательную жизнь с перерывами на службу в Советской Армии и учебу в Товарском политехнистическом институте в Дальневодском ИТП. Прошел свой путь от водителя до директора. Проблемы городского округа знаю, не понаслышке. Последние 4 года я возглавлял муниципальный консервный учреждение. В настоящее время работаю в органах с местного самоуправления в должности заместителя главы администрации Дальневодского городского округа, предпринимающие вопросы ЖКХ. Я буду краток, люблю свой город, ценю его, дорожу его. В случае избрания меня на друга с головы приложу все свои силы, знания, умения для создания комфортной среды и улучшения благосостояния жителей нашего города. Спасибо за внимание. Владимир Алексеевич, спасибо. Коллеги, вопросы к Владимиру Алексеевичу? Будут. Коллеги, активны? Нет. Коллеги, если вопросов нет, Владимир Алексеевич, присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Стоит отметить, что на заседании Думы поддержать Серебилова пришли председатель Совета ветеранов города Дальнегорска Григорий Выголов и представитель волонтерской группы «Надежный тыл» Елена Кононова. Перед итоговым голосованием им предоставили слово. Уважаемые депутаты, вы являетесь жителями Дальнегорска и представляете наш интерес, обращаясь, прежде всего, к вам. Уважаемый Сергей Владимирович, и вторым Сергей Владимирович председателем краевой власти, которые неравнодушны к нашему городку. Я являюсь председателем Совета ветеранов во имя труда и правоохранительных органов. Пять лет назад Александр Михайлович Серебилов пришел в наш Совет с просьбой поддержать. Описать письмо поддержки и с той целью, что он пойдет в главу. Естественно, Совет ветеранов это, скажем, люди, которые взрослые уже, которым уже бояться нечего, и скрывать нечего. Напрямую задали много вопросов, на которые Александр Михайлович дал исчерпывающий ответ. И мы сразу договорились, что построим свою работу в случае назначения или избрания его главы, что ежегодно, ежегодно глава будет приходить к нам совместно с Никитой Юрьевичем, как председателем думы, ну, скажем, с определенным отчетом за год прошедший и получить наказы от взрослого населения, которое, ну, есть. Поверяю вас, мы работали точно так до последнего, вот, времени. 22 мая у нас было последнее заседание, на котором присутствовали все ветви нашей власти. ежегодно мы задавали, естественно, наверное, очень неудобные вопросы, поскольку мы не спрашивали конкретно о себе, а болели о судьбе города. Наши многие наказы и просьбы, вернее, все наши просьбы были пущены в работу и на все наши вопросы получили исчерпывающие ответы. Более того, вопросы были очень неудобны, в том числе и по медицине, и по краевым вопросам. Александр Михайлович всегда приезжал и в Слове Востоке всегда перед нами, что называется, держалки. Естественно, у нас есть еще вопросы и на будущее с целью, что изберется Александр Михайлович или Владимир Алексеевич, потому что мы любим свой город, как сказал Владимир Алексеевич. Мы неравнодушны к этому городу. И человек посторонний или даже местный, тот, кто хочет видеть красивые изменения, тот видит эти изменения красивые, кто не хочет, тот их не видит и не увидит никогда. В случае избрания Александра Михайловича, потому что мы от своей организации, когда было 22-го, мы проголосовали и единогласно решили поддержать Александра Михайловича в его решении идти на выборы на главу. и сейчас уважаемые депутаты, прошу поддержать наше мнение Совета ветеранов и проголосовать за Александра Михайловича. И учитывая, что мне больше слова здесь уже не дадут, я скажу Александру Михайловичу, когда вы шли во власть, вы откровенно сказали по телевидению и перед нами, что первое время сосредоточусь на работе в городе Дальнегорске, потому что бюджет небольшой, распылять его как бы на всей территории очень сложно, но вот прошло пять лет. Я думаю, что сейчас вы уже полностью разобрались с бюджетом, как уже прозвучало, что бюджет увеличен, поэтому хотелось бы пожелать вам как будущему главе, с моей точки зрения, чтобы уделили определенное внимание, повышенное определенное внимание территориям. Красновеченский, Тайга, Каменка, Сержантово, Рудная Пристань, ну и Смычка, и соответственно Лидовка. Нужно их тоже посмотреть в городе, извинения есть, а хотелось бы, чтобы было и там. Спасибо. Я являюсь организатором волонтерской группы, помощь участникам логенных, сейчас, которые находятся в зоне СВО. Группа была организована немножко больше, чем год назад. Лично ноль, группа 20, там больше 350 человек сейчас, все готовы помогать, большинство из них готовы помогать. Я пришла сюда поддержать Александра Павловича, потому что, во-первых, видно изменения в городе, это видно за время его управления, и второе, это то, что, когда бы я не опутилась по любому вопросу, относящийся к волонтерству, он всегда выслушает, всегда обязательно примет участие, поможет, и материально, и, если нужно, всегда помогает. Конечно, есть такой момент, когда кто-нибудь там говорит, что что-то сделано не так, может быть, что-то сделано в городе, что-то пошло не так, но я хочу сказать в одной простой фразе, что ошибок не совершает тот, кто ничего не делает, а в городе много сделано, и много начато сейчас проектов, и хотелось бы, чтобы они были завершены, поэтому мы все за Александра Михайловича. Далее депутаты приступили к голосованию. Итак, коллеги, предлагается перейти к голосованию и проголосовать за об избрании на должность главы Горнигорского городского округа. Значит, предлагается проголосовать за первую кандидатуру Теребилова Александра Михайловича. Кто за данную кандидатуру, прошу голосовать. Кто за? Коллеги, дистанционно. Так, два голоса дистанционно. Коллеги, решение принято единогласно, так как кандидат избран бесспорно, то есть вторая кандидатура автоматически у нас не рассматривается. Александр Михайлович, поздравляем вас с избранием на должность. коллеги, я хочу вас поблагодарить, хочу искренне поблагодарить за оказанное доверие. Здесь было правильно сказано, что много начатых проектов, которые надо завершить. Я думаю, мы совместно с вами продолжим эту работу, усилим данным направлением и все сделаем для того, чтобы жители Дорингоска и городского округа, еще раз повторюсь, ощутили, что здесь, на территории Дорингоска и городского округа, работают две ветри власти, которые на самом деле болеют за город, болеют за его жителей и сделают все для того, чтобы жизнь Дорингоска и городского округа не училась и жители чувствовали себя походом. Поэтому приложу все максимум усилия для того, чтобы продолжить эту работу и жизнь городе изменить. Тем более, еще хочу сказать, никуда не собираюсь уезжать, никаких планов не строят. Также люблю свой город, люблю его жителей, ну и я всегда придерживаюсь того, что мои родители, дед, родные из Донегорска, из города Донегорска, я связал жизнь с Донегорска, предложил максимум, все для того, чтобы город расцветал, развивался вместе с вами, депутат. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотел с одной стороны, конечно, и поздравить Александра Михайловича. Результаты голосования коллеги депутатов в полном составе единогласно говорит о том, что Александр Михайлович пользуется заслуженным доверием жителей города, с этим выступлением Совета ветеранов, волонтеров говорит о том, что Александр Михайлович и слышит свои отчаяния людей, реагирует на них и в том числе принимает те решения, которые необходимы. Но и с другой стороны, Александр Михайлович лично хотел от себя сказать, что у нас выстроена достаточно серьезная работа, тот оказанный мандат доверия, который вам сегодня предоставили депутаты от лица жителей города, он ко многому обязывает и я надеюсь, большая работа будет продолжена в вашем лице, в лице вашей команды, совместном плечом к плечу совместно с депутатами города, потому что они неотъемлемые в части той работы, которая проводится и проводится все объедущие. Поэтому нам нужно отрабатывать все эти вопросы, планы на ближайшие 3 года уже по сути однозначно, мы, напоминаю, работаем в рамках трехлетнего бюджета, поэтому нам надо защищать уже бюджет 25-го года, поэтому ждут предложения и надеюсь, что все будут документы сформированы в качественный срок, как это будет всегда. Поэтому еще раз поздравляю вас, желаю всего самого хорошего. Спасибо. Хронологию событий вчерашнего дня, а точнее всего конкурса, активно освещали в социальных сетях. Люди следили за развитием событий с интересом, ведь многие надеялись, что власть в городе сменится. Но как только стали известны фамилии кандидатов, полагаем, всем стало понятно, что перед жителями разыгрывается очередной спектакль, чем руководствовались депутаты, поднимая руки за Теребилова. Проводили ли они встречи со своими избирателями с целью выяснения их мнения по этому вопросу. Именно поэтому процедура избрания главы депутатами видится нам кулуарными между собойчиками, в которых мнение населения играет одну из последних ролей. Вот что жители писали в социальных сетях после того, как узнали, что Теребилов вновь станет главой Дальнегорска. А зачем мы вообще выбираем депутатов? Слуги народа служат против избирателей. За последние годы ни отчетов перед избирателями, ни выполненных просьб. Зачем они нужны? Руки поднимать, как скажут. Возможно ли вернуть прямые выборы главы? Просто непонятно, почему отменили прямые выборы? Почему лишили людей избирать? Конечно, можно сказать, что депутаты представители народа, но ведь их не все жители избирали. Значит, не светит городу в ближайшее время красота, чистота и уют. Сами решили, сами выбрали. А у людей не надо спрашивать, почему так нашему городу не везет. Этот так называемый мэр сейчас, наверное, вместе со своим прихвостнем Харламовым в бубен бьют. Что на месте остались? Почему не спрашивают мнение народа? Стыд и позор нашей местной власти. Просто сборище шутов, а простых людей кто-нибудь спросил, кого они хотят мэром? Конкурсная комиссия готовится к работе. Сколько денег бюджетных теребилов получил, пусть скажет. И почему у него в городе везде недоделки? А вы, защищающие его, может в доле? Или в Резаном живете, куда скоро перенесут центр города? Все хорошее делается только там, где живет наш мэр. В Резаном ключе. Все остальное остается незавершенным. Бордюры сделали, а газоны в мусоре и строительном хламе. Тротуар до 39-го училища проложили, а канализационные люки не поменяли. Деревья вдоль всей трассы старые вот-вот падать будут. И так перечислять можно очень долго и много. А ведь обещал, что заживет город как в раю. Кто бы сомневался, кого прикормил, те и коллеги. Это как Робинзон и Пятница на острове. Честные выборы. Если достойный мэр, почему в городе многое не доделано? Парк Пушкина до сих пор порядка нет. Глава 1, сколько помощников у этого главы, толку ноль. Люди обращаются в администрацию за помощью, но администрация их игнорирует. Помощи никакой не оказывает. В администрации столько народу бездельничают. Во-первых, я хочу сказать, не каждый желающий может пойти. В каком смысле? Да, законодательство позволяет, но зарегистрируют только тех, кому это выгодно. В каком смысле? Есть, подбирают определенных кандидатов, финансируют их и ведут. И здесь довольно-таки мало гарантий, что повлияет волеизъявление жителей, например, нашего округа. На этом мы закрываем окно в жизни. Увидимся в следующих выпусках. С вами была Екатерина Захарова. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова